я думаю слышно какой дует ветер и какая на горизонте погода намечается гроза предусмотрительно оставлены окна приоткрыты так вот перепады в 15 градусов как зимой так и сейчас вчера было плюс 15 сегодня плюс 32 жара неимоверная просто сейчас заведу поеду расскажу тему вот так погнали и вот значит тема тема касается стереотипов и только не будем давить коллег позволим пройти по пешеходу причем это директорша сия чего-то там вот есть интересная такая фишка что будучи здесь в штатах славянскую моську вот распознать настолько легко просто капец где-то ты там где есть люди давайте так там где есть люди даже здесь в джерси например в магазине а а там есть люди в джерси или в нью-йорке там обязательно там куча туристов так вот почему-то ты видишь так человека в толпе и вот по внешности уже сразу знаешь либо из россии либо из украины либо с беларуси ну вот вот эти вот вот эти вот они славяне проходишь мимо слышишь да та самая речь в худшем случае это польский но это реже в основном будут говорить либо по-русски либо по-украински мы задавались вопросом почему как так почему мы так себе подобных то легко вычисляем и самое интересное что большинство американцев нас вычисляют так же самое по внешности ты даже можешь ничего не говорить твоего акцента это вообще это просто уже козырная монтана твой акцент сразу расставить все точки над и но если ты будешь молчать все равно они будут понимать что ты откуда-то казалось бы да белые я имею ввиду понятно американцы это вот нации мигрантов и тут кого только нет но я имею ввиду белых американцев не нейтивов которые индийцы индейцы индейцы сорян а вот вот эти белые реднеки я не знаю как их еще объяснить ну вот 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 они мне кажутся какими-то не такими странными все отчасти странными отчасти какими-то опасными некоторые фильмов насмотришься про маньяков отчасти такими вот как вот как в фильмах показывают вот они такие то есть мы когда фильмы смотрим они такое ощущение что это как бы актеры ну они есть актеры но тут каждый первый выглядит так же самое как актер ты его бери с улицы кидай туда кидай туда в кино и он там будет отлично смотреться прическа одежда вот все как есть это не как у нас наши фильмы снимают вот и к чему я так всю такую длинную предысторию рассказываю а ну ладно я еще продолжу эту предысторию в общем есть мнение бытует мнение почему так происходит как они нас отличают как мы отличаем друг друга в толпе среди казалось бы себе подобных белых людей это потому что в большинстве я не говорю про каждого конкретно но в большинстве наши люди более угрюмые более серьезные и меньше улыбаются за всю свою жизнь от это 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 первый момент который откладывает определенные морщины показатели такие на лице разминает так сказать определенную часть связок лица мимики и вторая причина которая тоже на это влияет это это не моя версия это мнение бытует это сам язык я имею ввиду речь говоря на определенном языке задействуются определенные мышцы лица опять же и они же развиваются со временем ну это вот такая вот версия что исходя из вот этих вот двух факторов мы сразу видим как то вот людей себе подобных американцы во первых больше улыбаются у них на лице меньше каких-то проблем жутейских бытовых отображено все их мысли не отображаются на лице их переживания а может их вообще действительно меньше у них но вряд ли все здесь такие же люди все заботятся теми же самыми вещами деньги, работа, семья снова деньги вот возможно да действительно язык английский который в большинстве звуков не требует даже открытия рта вот так вот заканчивая эту прелюдию эту предысторию вчера на волейболе была отличная ситуация которая вот относится к моему рассказу в одной из команд играл какой-то хлопец новенький но он впервые там я его впервые вижу за за эти два месяца что я посещаю уже восемь понедельников подряд наверное я его впервые там увидел он такой крупный не могу сказать что он накаченный но но здоровенький высокий лысый чувак лысый и чувак совершенно без мимики вот такой вот и он оказывается умеет ну он играет так по деревянному но если он бил это просто капец там вырывало руки как гвоздь вколачивал ему пару раз удачно навесили он несколько раз этих как влупил что вся наша команда которые там одни блокировали первый раз заблокировали там чуваки в шоке были а потом не блокировали и мы принимали удар это было просто капец и он это все делал вообще его там вся команда он говорит оооо молодец после игры там обычно когда игра заканчивается кто-то победил кто-то проиграл все команды проходят там спасибо спасибо классная игра там тоже все проходят кто-то ему говорит, чувак, ты типа красава. Вообще, ноль эмоций. Такой именно, Man of Steel. Стальной терминатор такой, Дольф Лунгрен. И в общем, между какими-то играми мы тоже там пропускали или ждали очередную команду, чтобы с ними уже играть. Ну там какая-то ротация своя, я до сих пор ее не понял. Тоже стоим, с своей командой общаемся и слышу, как девчонки из нашей команды, американки, что-то говорят за того хлопца, я подхожу, говорю, да, чувак, красава просто. Такой именно, говорю, Дольф Лунгрен. И одна говорит, да он вообще, он похож на какого-то русского. Я говорю, в смысле? Она говорит, он вот такой вот, без эмоций вообще именно, здоровый, лысый, говорит, как русский, говорит, на Брайтоне. Ну там своя русская мафия, у них есть чем сравнивать. Это меня, конечно, порадовало. Я взоржал. Взоржал даже, вот так скажу, с такой интонацией. Потому что это тот самый стереотип, который, которые люди, которые сюда приезжают, сами навязывают своим поведением, внешним видом, своей мимикой, своими действиями обо всей нации. Приезжая сюда, ты знакомясь с другими людьми и говоря, откуда ты, ты являешься для них определенным представителем всей нации в твоем лице. Или региона. Это работает всегда. Тут далеко ходить не надо. Там в университете у нас были там по одному-два человека из каждой области Украины. По-моему, из парочки только не было. Все, один есть из Ровна. Ты по нему судишь, что вот такие вот чуваки все в Ровно. Если он классный, тебе, в принципе, вся Ровенская область уже заочно нравится. Ты готов даже туда съездить, там посмотреть. Если чувак мудак какой-то отбитый, то как-то и тень падает на весь регион. Где-то так же и здесь, только это уже со всей нацией и страной работает. Ты приехал, сказал, что ты там из России русский или там из Украины украинец. Ведешь себя как говно, ну и так же будут думать про всех остальных. Если, конечно, у них нет других друзей оттуда же, тогда они могут сделать хоть какую-то статистическую выборку и сказать, что нет. В принципе, у меня вот есть еще пара других ребят оттуда же. Это чисто вот этот вот говнюк. Короче, это вот была лекция про стереотипы и про того чувака, которого я реально не знаю, откуда он вообще, он американец или нет, потому что он ни слова не сказал и не подал ни одного вообще. Ничего вообще. Этот чувак просто какой-то машина, терминатор. Но его девчонки окрестили русским. Вот так вот, ребята. Что там впереди? Творится-то. Будет дождь, будет злый. Похоже, Лиде придется на тренировку ехать. Под ливнем. Вот да. Вот да. Я хоть успею доехать. Давай, чуваки. Давай. Давай. Чем дальше едешь, тем темнее. Блин. Вот наш топ-н-шоп слева. О! О! Там уже сверкает. Давай, чувак! Давай домой хочу. Видишь, там сверкает уже. Нафига себе. Нафига себе. Давай, чуваки! Ветерок. Подождите, подождите, детки. Нифига себе. Буря мглою небо кроет. Мне сейчас это напоминает фильмы американские, когда эти охотники за торнадо. Когда они ездят там на машинах, операторы, с камерами, пытаясь в самую задницу урагана влезть. Так и у меня оно где-то вот рядом, прямо над головой. С единственной разницей, что я не хочу туда влезть. Блин. Я обожаю этот поворот. Ну давайте, ну что вы делаете? Вы все, вы, давай быстрее ты! Прекрасно. Одно из моих любимых мест есть. Давай, проезжай. Приезжай, приезжай, я задом буду. К моей соседке на Вольво. Перфектово! Все, господа. Я думаю, вам видно, как здесь темно и неприятно. Я погнал домой.